МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тут жили люди. Строили жилища, делали украшения, охотились. Памятник десятилетиями приковывает к себе внимание исследователей. В багаже у археологов немало удивительных данных о том далеком времени. Естественные объекты, канавы ледникового происхождения, которые были заполнены целыми скелетами волков. В одной из таких ям было обнаружено порядка 15 целых скелетов. Почему скелеты целые? Потому что считается, что их использовали в качестве пушного зверя. То есть зверь убивался, шкура снималась, а мясо не утилизировалось. Его просто выбрасывали в стороне от жилой зоны. Также ценили наши предки мех росомах и песцов. В этом году находок немного. Но и это важные сведения. Они говорят, где активнее всего протекала хозяйственная жизнь древнего человека. Есть фрагмент челюсти мелкого хищника, скорее всего, песца. Сохранность средняя. Я его немножко законсервировал, пропитал клеющей смесью. Отдадим на определение палеонтологам. Они скажут уже точно, что это за животное. А это суставная кость животного приличных размеров, судя по всему, мамонта. Кстати, ученые не исключают, что на территории нашей области были целые кладбища этих доисторических гигантов. Вероятнее всего были. Если мамонт погибал где-то на реке, его сносило, и в затонах туши могли накапливаться. Вполне естественный процесс. Уже несколько лет археологи привлекают к исследованиям древней стоянки ученых смежных специальностей. В этом году внимание геологии, а в следующем займутся палеогеографией. Тарас Степаненко, Антон Латышев, телеканал СЕИМ.